Музыка Значит, всем добрый день, уважаемые товарищи! Сегодня в рамках нашего университета рабочих корреспондентов мы слушаем лекцию развития национализма на Украине от прошлых веков до сегодняшних наших дней. Так, лектор Константин Борисович Ерофеев. Прошу любить и жаловать. Более подробно наши товарищи смогут ознакомиться с видеозаписи лекции, которая будет вывешена на сайтах Фонда Рабочего Академии Российской Коммунистической Рабочей Партии Ротфронта. Наш ректор передает всем привет. К сожалению, он находится на излечении в больнице. Пожелаем ему скорейшего выздоровления. А пока передаю слово Константину Борисовичу. Вопросы, просьбы задавать в виде. Если он желающий отличиться выступлениями, комментариями еще чего-то, пожалуйста, двинусь вперед. Константин Борисович, вам слово. Спасибо, Виктор Каевич. Уважаемые товарищи, во-первых, большое спасибо, что вы пригласили и дали возможность выступить по такой вот теме, весьма животрепещущей, прямо скажем. Нужно сказать, что много к кому я обращался с предложением прочитать эту лекцию или похожую лекцию, вот именно в нынешней, сегодняшней ситуации. Кто-то соглашался, кто-то нет, но как-то охотнее всего согласилась РКРП. Вот, видимо, не случайно все-таки злейший враг украинского нацизма – это коммунисты, тут никуда не денешься. Вот, поэтому Виктор Аркадьевич, спасибо ему, эту идею поддержал. А теперь, собственно, к сути дела. Ну, во-первых, мне, как мне кажется, будет достаточно легко читать эту лекцию, потому что в целом вы все в курсе этой ситуации. Вы все это прекрасно знаете, может быть, не какие-то частности, которые мы сейчас вместе вспомним, а в целом вас не надо убеждать или переубеждать в том, что бандеровщина – это совершенно ужасное, отвратительное явление, с которым, конечно же, нужно вести самую непримиримую борьбу. А с другой стороны, я тоже хочу это пояснить, нашей лекцией мы ни в коем случае не хотим как-то коснуться прав, законных интересов украинского народа. Мы совершенно не против ни украинцев, ни людей, которые живут на территории нынешней Украины. Да, по большому счету, длительное время никто не был против и украинской государственности, как таковой. Она 30 лет существовала, если бы, так сказать, вели себя немножко по-другому, наверное, и сейчас бы существовали два государства. Но, конечно, здесь вопрос очень тонкий, но тем не менее. Собственно, как говорится, ближе к делу. Нужно сказать, что, конечно же, мы понимаем, что есть, безусловно, мы и украинцы – это единый братский народ. Нам они, братья, мы, так сказать, столько вместе жили и пережили. Но в то же время, конечно же, украинцы тоже имеют свои особенности и языковые, и культурные, и религиозные представления, так сказать, у них своеобразные. И это все обусловлено целым набором факторов. В разное время, вот когда-то Единая Киевская Русь была захвачена татаро-монголами, в разное время освободилась от Орды. Кто-то больше тяготел в состав, так сказать, московского государства. Кого-то оккупировали османы будущей, Османской империи. Кого-то поляки, речь посполитая. Конечно же, оккупанты оказывали свое собственное влияние на народ, который сейчас проживает на территории Украины. И, в общем-то, неизвестен тот факт, что именно поляки и австрийцы дали этой территории название окраина, подразумевая территориальную, прежде всего, структуру. И, собственно, откуда взяли термин украинцы, потому что до середины 19 века более активно использовался термин либо русские, либо русины, что мы сейчас с вами увидим из нашей лекции. Наверное, наиболее взвешенная политика за все эти столетия по отношению к Украине и украинскому народу была в советский период. Мы тоже этих вопросов коснемся. Но пока начнем вот как раз с событий, которые были примерно 150 лет назад. Ну вот, не только нас с вами не нужно убеждать, что украинцы, хотя и самый близкий нам народ, но все-таки имеющий свои особенности. На это обратил внимание впервые из известных историков Николай Костомаров. Правда, описывая какую-то особую языковую, культурную идентичность украинцев, он ни в коей мере не стремился и не провозглашал к созданию какого-то независимого от России украинского государства. Украинцы входили в состав Российской империи, с этим, в принципе, были все согласны на территории России, да и на территории нынешней Украины особо какого-то движения в сторону даже автономии на тот момент не было. Это было совершенно не востребовано людьми. Элита входила в состав элиты Российской империи, а простые люди одинаково, так сказать, подвергались угнетению, что на территории Большой России, что на территории Малороссии или Украины, или Новороссии, вот тогда присоединенных Екатериной Зиме. Это, так сказать, совершенно другие задачи стояли. В то же время, вот эту вот особенность заметили не только российские ученые, но заметили и австро-венгры, которым, как известно, подчинялась значительная территория Украины, так называемая Западная Украина или Галиция, Галичина, там по-разному ее могут называть. И именно там, на территории современного Львова, с подачи австро-венгров, а точнее их специальных служб, возникли первые кружки украинских националистов. И один из первых кружков назывался, сейчас очень сложно такое себе представить, этот кружок назывался Русская Троица. В честь трех украинских националистов, фамилии которых вот сохранились, это Шашкевич, Вагилевич и Головацкий. Но даже эти западные украинцы, жившие на территории австро-венгерской империи, никем себя как русскими не считали. Они себя и называли, поэтому Русская Троица, вот в честь вот этих троих зачинателей. Однако, использовались прежде всего не те кадры, которые выступали за общеславянское единство, а выступали прежде всего за некий особый путь Украины. Наиболее радикальные кадры. И, конечно, здесь основные факторы это Австро-Венгрия и Германская империя, а также Ватикан. Как мы с вами знаем, значительная часть западноукраинцев так называемые униаты, то есть люди, которые сохраняют православные церковные обряды, но организационно подчиняются Ватикану и Папе Римскому в конечном счете. Именно цель была поставлена найти, выявить тех, кто чувствовал какую-то органическую, национальную неприязнь ко всему русскому, русскому, российскому, к русской литературе, русской культуре. Чувствовал себя в какой-то оппозиции, таких людей было мало, но их потихонечку выращивали и выращивают уже 150 лет. И мы с вами видим, что вполне себе успешно это происходит. Несколько приведу примеров тех людей, которые стали идеологами украинского национализма. Это отнюдь не рабочие, не крестьяне, никакого, опять же, для обычных людей, трудящихся, никакого позыва в противостоянии России не было. Это были кружки интеллигентские, куда входили адвокаты, земские деятели, такие либеральные достаточно кружки, но с националистическим душком. Вот некоторые фамилии вам известны. Это Михаил Драгоманов и Михаил Грушевский, известные политические деятели Украины, тогдашней Малороссии. Кстати, люди достаточно таких умеренных взглядов, сторонники некого нового государственного образования украинского. Но в то же время они до конца и для себя, по-моему, сами не решили. Лишь бы оно было, лишь бы поощрялся украинский язык, украинская культура, а будет ли это в составе какой-то автономии, федерации, конфедерации, до конца этот вопрос ими не был проработан. Другое дело, что они, скажем так, достаточно активно преследовались царской охранкой. Потому что, ну, к сожалению, мы с вами знаем, что национальная политика Российской империи, национальная политика царизма, особенно двух последних императоров, Александра Третьего и Николая Второго, ну, мягко говоря, была далека от совершенства. И там, где совершенно не надо было, может быть, какие-то копии ломать и выставлять вполне вменяемых людей какими-то оппозиционерами. Они это делали, ну, скажем, совершенно недопустимым считались какие-то вывески на украинском языке, вывески в магазинах, трактирах, каких-то книжных, так сказать, заведениях, библиотеках. Хотя это, в общем-то, никому не мешало, а в конце концов провоцировало некое вот такое недовольство. Невозможно было обучение на украинском языке, хотя люди, так сказать, говорили на этом языке. Ну, скажем, зачем это было делать? Ну, понятно, что царизм преследовал такие шовинистические цели и не считал, так сказать, украинцев каким-то отдельным особым народом, у которого были свои права. Но, с другой стороны, у нас у нас населения всей империи особых прав не было, кроме, так сказать, элиты. Поэтому тут что говорить о правах украинцев, если, так сказать, нет прав у других людей. А вот, собственно, те, кого уже можно назвать предшественниками Бандеры, зачинателями уже реального украинского национализма, национализма агрессивного, воинственного. Это два юриста. Один из них адвокат Николай Михновский. Вот такая у него добропорядочная внешность, видите, во фраке. А на самом деле человек, который написал 10 заповедей украинских националистов. И как раз он первый поставил вопрос о том, что Украина, якобы, с его точки зрения, находится во враждебном окружении. Что кого бы не взять вокруг, это все враги. Кто бы не населял территорию самой Украины или, так сказать, по периметру компактного проживания украинцев, это все враги. Москали враги, поляки враги, немцы враги, евреи, румыны, молдаване, все. Все, ко всем образовались какие-то претензии. Всех требовалось, ну, как минимум, так сказать, ограничить их влияние. При этом, надо сказать, что Михновский был человеком хитрым, и он эти идеи до поры до времени камуфлировал. Более того, он старался казаться в общественном мнении лидером так называемой революционной украинской партии. То есть, чуть ли не социалистом он себя выставлял, чтобы получить дополнительную популярность, в общем-то, у населения. Хотя, никакой популярности реально он не получил. И, как человек, который не мог себя реализовать, он перешел к действиям, которые мы бы сейчас назвали террором. Правда, террор был направлен не против людей, а против памятников. Михновский со своими соратниками, очень немногочисленными, попытался организовать два теракта. Первый – взорвать небезызвестный памятник Екатерине II в Одессе и памятник Пушкину в Харькове. На большее его не хватило. И даже в Одессе, где они этот теракт попытались провести, памятник устоял. Но, как ни странно, никто арестован не был. Чуть позже началась Первая мировая война, и Михновский служил офицером императорской армии в судебных учреждениях Киевского военного округа. То есть, представляете себе, даже по нынешним временам была бы дикость такого террориста, хоть и против памятников, ставить на какие-то ответственные посты во время войны. Однако, он, как я уже говорил, социалистом не был, только хотел казаться, это за социалистами была охота и травля за большевиками, а тут вроде свой человек, либеральный адвокат. Причем, тот же Грушевский называл Михновского и его соратников партией политических придурков. То есть, сами украинцы дали им вот такую вот вполне реальную оценку, кем они на самом деле являлись. Хотя, как вы понимаете, тут лиха беда начала. Это он первый, кто провозгласил вот эти вот идеи. Тот, кто развил идеи, вы видите его здесь. Это небезызвестный Дмитрий Донцов. Я, кстати, подчеркну, что как левая идея интернациональна, так и ультраправая идея тоже интернациональна. Дмитрий Донцов был по отцу русский, а по маме немец. Он никогда не говорил на мове, на украинском языке, но при этом всю жизнь считал себя главным идеологом украинского национализма. Но это уже был не тот национализм, это была не борьба с памятниками, это была борьба с людьми. Донцов первый предложил активный военный путь, так сказать, борьбы со всем русским, российским. То есть силовой путь борьбы со всеми, кого он не считал своими сторонниками. А сторонников у него было очень мало, кроме, опять же, группы западных украинцев, которые, так сказать, так или иначе его поддерживали. А все остальные, в том числе и обычные украинцы, которые не собирались террористическим путем бороться за отделение от Российской империи тогдашней, они тоже не считались им своими сторонниками. Я уже не говорю о людях других национальностей, абсолютно враждебное отношение с требованием, по сути дела, людей выселить всеми возможными способами. Оставить Украину этнически чистым государством. Если это невозможно сделать административными методами, сделать это насильственными силовыми методами. Второе, что он вообще назвал, если Мехновский назвал свою теорию «10 заповедей украинского национализма», Донцов назвал свою теорию так называемый «интегральный национализм». Причем, что такое интегральный, я думаю, мы уже спорили один раз здесь, и мы сами плохо поняли, что такое интегральный примитивных национализм. Но сам он понимал это как некий такой всеобщий, последовательный, непрерывный национализм. По сути дела, он копировал идеи зарождавшегося фашизма тогда. То есть, появлялись сначала ультраправые идеи во Франции, Донцов впитывал в себя эти идеи. Появлялись идеи Муссолини в Италии, Донцов стал называть себя фашистом. Появилась гитлеровская Германия, Донцов воспринял эти идеи, стал называть себя нацистом, националистом. Поэтому, конечно, его, несмотря на то, что на Украине его сейчас превозносят как какого-то великого философа, великим философом он не был. Он был рядовым, таким среднестатистическим философом-фашистом, совершенно очевидными представлениями. То есть, все, что мы о фашизме знаем, это все воспринял Донцов. То есть, крайний национализм это первое. Отрицание каких-то классовых интересов. Для него существовала даже в украинском народе только элита, которой, видимо, он сам себя причислял. Интересы простых украинцев, он прямо говорил, его мало интересуют. Даже тех, которые разделяют его идеи. То есть, он не собирался улучшать социальную жизнь простых людей. Он такую цель не ставил. Он ставил цель стравливать народы и территории. Он провозглашал отказ, так же, как, кстати, и Гитлер впоследствии, от всяческих этических норм. То есть, все, что в интересах украинского национализма, все допустимо. Любые методы, включая террор, убийства, провокации. Тут для него, так сказать, не было никаких ограничений. При этом, надо сказать, что, видите, он скончался аж в 1973 году в Канаде. То есть, он благополучно бежал. Он, в общем-то, сначала из Российской империи, когда заинтересовались его идеями, он бежал на Западную Украину, которая сначала контролировалась Австро-Венгриями, а затем вошла в состав Польши буржуазной. Потом из Польши переехал в Германию. Когда в Германии начались сложности, ближе к 1945 году, бежал в Америку, в Канаду, и там остался. И требовали его выдачи, никто не согласился в Америке его выдавать. Скончался своей смертью в 90 лет. А вот, собственно, один из его талантливых, в кавычках, учеников, Степан Бандера. Ну вот, если мы с вами, я думаю, у вас увеличить, увеличено на экране. Вот так же, как и Донцов, посмотрите, вот прежде всего на вот эту физиономию. Конечно, назвать такого человека каким-то нормальным человеком очень сложно. Даже вот по лицу, по взгляду какому-то абсолютно дикому. Так же, как, кстати, и у Донцова. Обратите внимание, это я не из тюремной какой-то картотеки взял фотографию Донцова. Это вот так он позировал, вот с такой вот физиономией он стравливал целые народы. Так же, как и Бандера. Причем, что касается Бандеры, вы же прекрасно знаете, что сейчас это великий человек на территории Украины. Ему официально присвоено звание Героя Украины. И, кстати, до сих пор, в частности, до сегодняшнего дня, на Западной Украине открыт музей Бандеры, который продолжает работать, несмотря ни на какие действия, спецоперацию и так далее. То есть, продолжают отравлять людей вот этим ядом вплоть до сегодняшнего дня. То есть, Бандера на знаменах, на почтовых марках, на монетах, где только его нет. Ну, нужно сказать, что на современной Украине Бандера считается не только, так сказать, организатором украинского государства и украинской национальной партии, вот этой организации украинских националистов, знаменитой ООН, знаменитой в кавычках, конечно. Но и он считается тоже великим философом, великим, так сказать, идеологом украинства. Считают, как они пишут, что он выходец из какой-то суперобразованной семьи, что и по отцу, и по матери это все были такие вот люди, которые вот только и думали вот о том, как вот сделать благо для народа Украины. Хотя его происхождение спорное. Отец его всем известен. Он был униадский, греко-католический так называемый священник. При этом общеизвестная пьяница, то есть человек очень плохой репутации. Несмотря на то, что он был священник, казалось, можно сдерживаться. Нет, это был пьяница, известные все округи. Мать, по некоторым данным, вообще-то, сказать, торговала собой когда-то в молодости, а потом вот стала женой вот этого вот Бандеры. Кстати, тут даже противоречие в фамилии есть. Хотя я понимаю, что фамилия это к делу не относится, но все-таки Бандера, как говорят украинцы, это производная от Бандеры, это такой вот флаг или знамя, или прапор по-старославянски. А с другой стороны, мы все с вами знаем, ну, скажем, такое слово, как Бандерша, например, содержательница там публичного дома. Вот другие говорят, что это вот как раз он из этой вот когорты вот этих людей. То есть, люди очень-очень плохой репутации. Таким в приличном обществе руку не подают. Однако вот выбран был именно он. И Бандера, так же, как и его соратники, вот они здесь представлены, Коновалец, Мельник, Шухевич. Примерно люди вот такого склада о каком-то там систематическом образовании говорить не приходится. Но убежденные националисты, многие из них были ликвидированы во времена, так сказать, советской власти и до войны, и после войны. Однако, к сожалению, свой яд они успели распространить и тогда, и сейчас продолжают распространять. Вот обратите внимание, такая вот информация бандеровцы, подручная гитлеровских карателей. Уже с момента образования нацизма в 1933 году, прихода нацизма к власти, и даже до того бандеровцы выбрали в качестве своих хозяев зарубежных именно спецслужбы Германии, впоследствии нацистской Германии, и установили с Абвером самое теплое дружеские отношения. К моменту войны, к началу войны, уже были организованы в составе вермахта батальоны националистические. Два из самых известных – это Роланд и Нахтигаль. Ну, Нахтигаль – это Соловей по-украински. У меня сам мой дед когда-то начинал войну на территории западной Украины. Ну, конечно, в составе Красной армии. Нет, это самый не Бандерасов, слава богу. Но он вот говорит, что за несколько дней до начала войны уже пошли теракты, убивали связных, разрушали линии связи, нападали на какие-то конвои, и делали это еще не немцы, это были засланные вот эти вот бандеровцы. А в июне 1941 года вот эти два батальона вошли на территорию Львовской области, очень скоро достигли Львова, буквально через неделю после начала войны. К сожалению, наша армия терпела поражение, откатывалась на восток, это мы все с вами знаем. И 30 июня, то есть через неделю после начала войны, Бандера во Львове провозгласил украинскую независимость. И вот сейчас, если бы мы поспрашивали бы того же Зеленского и его компанию, они считают, что Украина была дважды независима. Первого этого времена Скоропарского и Петлюры, буквально там в течение нескольких месяцев, в 1918 году, и вот в течение нескольких дней даже, а не месяцев, когда тогда, когда Бандера провозгласил вот это украинское государство, причем гитлеровцы совершенно не предполагали, что Бандера будет это делать, несмотря на то, что он был их союзником, Бандера должен был зачистить Львов. Так называемый, вот в эти дни во Львове состоялся так называемый Львовский погром. Вот обратите внимание на фотографию сверху. Причем убиты были не только, так сказать, все евреи, да, с чем обычно мы связываем погром, но и огромное количество поляков, русских и, естественно, всех, кто симпатизировал советской власти. Бандеровцы четко понимали, кто их враг, и никогда не терялись, когда можно было нанести ущерб советской России. Причем фашисты были, даже немецкие фашисты, были, ну скажем, несколько озадачены теми зверствами, которые Бандеровцы, так сказать, произвели. И Бандера был арестован, ну, правда, для вида, скажем так, изолирован, точнее, от своих сторонников. А вот эти батальоны были выведены из Львова немцами же и отправлены на какое-то там переформирование, доукомплектование. Во всяком случае, потом они не фигурировали уже как отдельные военные единицы, потому что, ну, скажем, зверства их были чрезмерные. Это не поддавалось какому-то, так сказать, даже описанию. Ну вот из их, так сказать, геройств, в кавычках, вот этих бандеровцев, мы видим фотографии Волынской резни, когда от 60 до 120 тысяч поляков были уничтожены. Просто зачищали территорию. Львов там до 13-го года не было. Причем я, ради бога, если бы он был украинским городом, я бы с удовольствием сказал, что это был украинский город. Это не был украинский город. Там примерно по одной трети жили русские, поляки и евреи. И где-то 10% были украинцев. Никто там не жил никогда, никаких, так сказать, идейных предшественников Бандеры. Сейчас Львов на 99,9% город украинский. Никаких поляков там нет. Остальных тоже нет, как известно. Ну, а почему нет? Вот, в частности, потому что вот здесь мы с вами видим. И обратите внимание на третий рисунок. Тоже вот на страничке зверства бандеровцев. Вот к стволу дерева колючий проволок и привязаны убитые дети. Это у бандеровцев такая была шутка. Если это можно назвать шуткой. Они называли это рождественская елка. То есть, способ детей убивали. Причем страшными способами, так же, как и взрослых. И привязывали к дереву, чтобы все видели, что это вот сделали мы. Они нисколько не стеснялись своих преступлений. Вообще, есть, как бы, в описаниях, так скажем, зверств бандеровцев указания, что сами они хвалились, что они знают 400 способов убийств. Самых жестоких, самых диких убийств людей. Но, я не знаю, мне кажется, нормальный человек не знает столько способов. Да, и тем более не задумывается об этом. А здесь люди бравировали вот тем, что они это делали. Что это была их повседневная практика. Но, конечно же, надо было с ними справиться. Это, как вы понимаете, такая категория граждан совершенно недопустима была. И вот есть страничка, где посвящена нашим героям, то есть, военным и сотрудникам советских правоохранительных органов, во главе с судоплатовым генералом небезызвестным, которые вступили в борьбу с бандеровцами. Причем, как они вступили, в какую борьбу? Во-первых, они обратили внимание на то, что бандеровцы не действуют в интересах простых людей. Да, они запугивают рабочих, крестьян, учителей, врачей. Но ничего для них они не делают и ничего не обещают. Опять же, они борются для себя и для своих зарубежных хозяев. А советская власть, как раз, как вы помните, когда она устанавливалась на Украине, она ставила цель сделать жизнь обычных людей лучше. Второе. Зверства бандеровцев просто парализовывали на определенном этапе волю к сопротивлению. Это было невозможно. Люди не понимали, что делать. Наши чекисты, и, так сказать, армейские структуры сформировали, так же, как и против лесных братьев Прибалтики, части, куда набирали родственников, убитых бандеровцами. Эти люди хотели мстить. Они были в большинстве своем сторонники новой советской власти. Они готовы были с бандеровцами сражаться. Плюс это было местное население, которое знало и территорию, и местность, и леса вот эти, где они прятались. Потом, что еще важно, вот о победах своих, в общем-то, наши тоже, в общем-то, не стеснялись говорить. Уничтожали бандеровцев, трупы привозили и складывали посреди сел, посреди городков, и всем показывали. Вот люди, которые вчера еще вас запугивали, вот сейчас здесь лежат, так сказать, прострелянные. Бояться их не надо, а с ними нужно бороться. Ну, опять же, десятки тысяч людей, по разным данным, там до 50 тысяч наших военных и, так сказать, наших сторонников, погибли в этой борьбе. Но и бандеровщина была все-таки разгромлена именно как военная сила. Хотя, тоже были разные, вот сейчас разные вопросы возникают. Многие были амнистированы. Допустим, те, кто заявлял о том, что они прекращают сопротивление и складывают оружие, освобождались от уголовной ответственности. Кто-то посидел очень немного в тюрьме, один-два года, потом выпускали. Потому что нужны были люди в народном хозяйстве. Что там сидеть, задарма есть рабочий хлеб, да, если, так сказать, нужно зарабатывать деньги для страны. Вот тот же отец президента Ющенко, который был до Януковича, тоже оказывается из этой вот банды. И, ну, практически никакого наказания не понес. То есть, там проверяли, проверяли его в течение нескольких лет, но чтобы он где-то сидел там, или тем более там чем-то угрожали ему, да нет, оправдался, что он там не был активным убийцей. И, так сказать, остался на свободе. Вот сына вырастил Ющенко, небезызвестного тоже нациста. Поэтому, конечно, какие-то корни остались. И вот ущерб, который бандеровцы нанесли, это люди, которых они убили. Всем нам известный, с вами замечательный советский генерал Николай Ватутин, который, так сказать, погиб, который погиб в результате нападения бандеровцев на автоколонну штабную. Правда, до сих пор не ясно, это была спланированная акция бандеровцев, либо они ждали просто любую колонну, чтобы ее, так сказать, расстрелять из засады. Это Кароль Сверчевский, польский генерал, помните наверняка его фамилию. Очень большой друг советской страны, коммунист, который сражался и в Испании, и у нас жил. Православный богослов, священник Гавриил Костельник, сторонник объединения западноукраинских церквей и московской патриархии, что, в общем-то, и Сталин в свое время поощрял. Всем нам с вами известный писатель Ярослав Галан, которого убили бандеровцы, направили своего подручного. Он пришел под видом читателя, студента, и когда якобы его сочинение Галан взял в руки и стал читать, нанес ему 13 ударов топором по голове. То есть, демонстративно убил, чтобы все видели. Причем таким топориком, вот этим гуцульским, западноукраинским, таким специальным. То есть, вот их жертвы, это никуда не деться. Это и известные люди, и десятки, и сотни тысяч простых людей. Хотя я не люблю термин «простые люди». Вот раньше мне говорили люди, особенно после 2014 года, украинцы, что вообще раньше, даже если у кого-то был родственник, было стыдно признаться перед людьми, что вот мой дед, допустим, бандеровец. Насколько же надо было людей переформатировать, изменить их, чтобы вот сейчас были вот эти памятники, марки с изображением бандеры. Опять же, посмотрите на это лицо. На него просто противно смотреть, на такую физиономию. Только, мне кажется, в какой-то тюрьме последней такие люди обитают. Собственно, каким он и есть. Награждать их вот этой звездой, героя Украины, вот эти все шествия многочисленные эсэсовцев этих из дивизии Галичина. Все это мы, так сказать, к сожалению, наблюдаем. Ну, вот я оптимистическую такую картинку в конце оставил. Все-таки, я думаю, мы все не сомневаемся, что бандеровцы будут разбиты, и, так сказать, победа будет за нами. Но вот пока мы видим, что идет борьба, в том числе и борьба идеологическая. И, наверное, еще одно, что я бы хотел сказать в конце, прежде чем перейдем к вашим вопросам и к вашему мнению, которое тоже очень важно, поверьте, к обмену, так сказать, мнениями. Наверное, вот таким эталоном, таким вот правильным подходом, умным подходом, мудрым было отношение Ленина к Украине. Ведь после того, как Украину очистили от Деникинцев, от Петлюровцев, были самые разные идеи. И у нас, в большой России, и на Украине. А как вообще Украина будет существовать? И Ленин написал знаменитое письмо свое, обращаясь к коммунистам Украины, но, по сути, не только к коммунистам, а ко всему народу. И он говорил, что самый главный враг, с кем мы должны вести неприберимую борьбу, это империализм, это международная реакция. А как украинцы и русские будут жить вместе? Это второй вопрос. Как мы будем? То ли это будет автономия, то ли это будет какая-то федерация, то ли Украина поглотится большой Россией. Это второй вопрос, который обсуждать надо спокойно, разумно, без каких-то перегибов. И, кстати, ленинская политика, она дала о себе результат, потому что, вот помните, мы вспоминали в начале одного из идеологов такого либерального украинского национализма, Михаила Грушевского, ведь он, в общем-то, достаточно так спокойно относился к советским реформам, он остался здесь, он умер уже, так сказать, на территории Украинской ССР, и он как раз, видя, что поощряется украинский язык, поощряется культура, он как раз и говорил, что вот по большому счёту мы этого и добивались, то есть он не был против. Поэтому, конечно, ну, может быть, мы наведём порядок на Украине и сейчас, я очень на это надеюсь, да, но пока единственное, кто там навёл порядок, это была советская власть, как бы там наши оппоненты, так сказать, с нами не спорили, вот, и в интересах и российского народа, и украинского, и люди жили абсолютно спокойно, и там где-то, так сказать, люди уважали эти идеи и были, так сказать, настоящими, так сказать, сторонниками и гражданами. В общем-то, там мы видим и сейчас идёт правильная, так сказать, тенденция в правильное это сказать. Ну, вот, уважаемые коллеги, рассказал, так сказать, то, что считал нужным, конечно, тут можно очень долго говорить и перечислять и фамилии, и дела хорошие или не очень, но, наверное, это, так сказать, основная цель достигнута, как мне кажется. Я рассказал историю украинского национализма, готов выслушать прежде всего ваши вопросы. Так, спасибо. Переходим к вопросам. Вопросы мы договорились в письменном виде, поэтому, кто не успел, догоняйте, а я пока зачитываю, насколько меня это самое удачное. Вопрос первый. Владимир Александрович Никифоров задаёт вопрос. Вы говорите, что требования украинцев независимости от России было внесено или поддержано Австро-Венгрией ещё в XIX веке. Так, дальше он высказывается, что после Богдана Хмельницкого, так, Украина, особенно правобережная, тяготела к России. Крещи Посполитой. Крещи Посполитой, Польши, грубо говоря, да? Ну, Польша и не твак, да. Значит, Гетман Мазе попытался добиться независимости от России. Ну, то есть, вот этот исторический аспект, если можно, тоже более подробно, если можете, конечно. Ну, хотя бы в двух словах, потому что вы сказали, что это началось в XIX веке с Австро-Венгрией. То есть, надо понимать, что до этого вопрос о независимости Украины, самостоятельности государства вообще не стали. Ну, видите, мы как бы поставили цель именно украинский нацизм. Нацизм уже как такая идеология, это всё-таки вторая половина XIX века, особенно первая треть XX века. Поэтому я немножко сам себя ограничил по времени. Конечно, вот такое вот стремление к независимости, но вот на самом деле большой вопрос, к чему там стремились. К независимости от Российской империи и к зависимости от Польши, потому что всё равно Речь Посполитая очень активно привлекала украинскую элиту. Окатоличивала их, ополячивала, предлагала какие-то льготы в ущерб, так сказать, массе простых людей. Казаков, в том числе, запорожских и так далее. Но, скажем, для Польши это была, как мне кажется, идея именно... То есть, украинцы использовались для польской идеи борьбы с Россией. Так сказать, вот такой извечной идеей противостояния России. А в Австро-Венгрии это стали делать более последовательно и более тонко. То есть, использовать украинцев, вот этих вот националистов в борьбе против России. А самим, как бы, формально оставаться, так сказать, ну, неким таким с чистыми руками. При этом интересно то, что вот те же бандеровцы, они ужасно относились к полякам. Вот они сейчас дружат, а они ведь... Первая их агрессия была направлена именно против поляков. Никакой военной силы или там шпионской диверсионной сети не было у них, чтобы воевать с Советской Украиной. Или там Советским Союзом тем более. А вот на той территории Западной Украины, которая после Первой мировой войны вошла в состав Польской республики. Вот там они развернули террор. Они, в том числе, одного из министров иностранных дел в Польше убили. И много других, так сказать, чиновников регионального уровня. Вот тот же Ярослав Галан описывает в одном из своих рассказов ужасную, так сказать, ситуацию, когда после Первой мировой войны в школе, ну, вот на Западной Украине, входившей в состав Польши, в школе поставили учителем только что демобилизованного украинского, извините, польского офицера. И этот польский офицер ненавидит все украинское, ненавидит все восточнославянское, все православное. И он поставлен именно как оккупант вот на этой территории. И он так издевается над этими маленькими украинскими детьми, что один из них берет камень и убивает этого офицера. Вот ребенок. И дети остальные ему помогают. То есть, страшная, так сказать, вообще ситуация. Но вот видите, оказывается, можно разжечь еще большую ненависть и против России, так сказать, советская ли она или антисоветская. А поляки, оказывается, большие друзья теперь. Они, так сказать, могут беспрепятственно любые посты, как известно, занимать на территории Украины. Поэтому, конечно, вы правы, что эта предыстория очень давняя. Просто мы вот ограничены во времени. И, наверное, тут уже надо даже не просто человека, который читает или интересуется про украинский национализм, а вообще профессионального, так сказать, историка приглашать, чтобы он как раз вот растолковал, как это все вот разворачивалось в течение столетий. Так, еще есть продолжение вопроса, да? Значит, будьте добры, если возможно, в нескольких словах охарактеризуйте взаимоотношения бандерусов и немецких фашистов. Я так понимаю, что речь идет о известном сегодня тезисе пропагандистам, что бандерусы воевали против красных и против немцев. То есть, за Украину они воевали, со всеми. Ну, вот по поводу жертв бандеровцев, так сказать, в наших рядах, вот мы видели. Это не надо придумывать, но, к сожалению, ветеранов войны мало осталось. Но я думаю, во-первых, мы с ними много успели наговориться, так сказать, в свое время, когда они были еще намного, так сказать, моложе и были живы. Все из них прекрасно помнят и бандеровцев, и их сопротивление советским войскам. А вот, что касается их сопротивления якобы гитлеровцам, есть документы, они, кстати, их показывали по телевизору, то есть, они опубликованы, о том, что немецкие архивные документы. Немцы не просто отчитывались о своих потерях, они еще писали, в результате чего погиб человек. Ну, в данном случае немецкий солдат или офицер. Так вот, если он погиб в боестолкновениях с Красной Армией или с войсками союзников, об этом так и писали. Нет ни одного документа, где бы было подтверждено, что немец погиб от рук украинских партизан, националистов, как угодно их назови, бандеровцев. Ну, это о чем-то говорит. Наверное, кого-то они, может быть, убили, грабили, может, и немец попался под руки какой-то. Но история, как говорят, об этом умалчивает. Но даже если мы найдем одного, двух, трех или там десять, по сравнению с сотнями тысяч людей, которых они убили с нашей стороны, это ни в какое сравнение не идет. Бандеровцы очень четко, прекрасно понимали, вот их не надо было этому учить, что прежде всего злейший враг – это русский коммунизм, русский социализм, советская Россия. Вот здесь им не надо было доказывать, что это не так. Все остальные враги, наверное, тоже были, но уже следующие. Так, вопросы закончились. Записавшихся два человека. Нет, вопрос, разрешите. В письменном виде договаривались. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день можно сказать, что украинский народ является националистами? Народ. Не отдельные там, понимаете, группировки, а сам народ и их дети, их дети, которые служат в армии. Так, вопрос понятен. Во-первых, вы нечасто бываете, вам замечания, все-таки в письменном виде договаривались вопросы подать, так? Ну, в виде исключения Константин Борисович отвечает, для выступления подготовится Владимир Александрович. Ну, понимаете, так, скажем, конечно, сложно ответить на такой вопрос, что можно сказать «да является», можно сказать «нет, не является». Но я думаю, что все-таки, когда мы видим, как себя люди ведут на территориях освобожденных, да, кто-то бежит из Украины, в смысле, из нашей, так сказать, Украины, туда, на запад. Кто-то остается здесь, кто-то встречает, сами знаете, с красными флагами наши войска. Поэтому говорить о том, что весь народ отравлен вот этим национализмом, я, конечно, не могу. Но то, что работа была большая проделана нашими, так сказать, как их называют, партнерами, да, мы партнерами до сих пор все называем. Вот наши партнеры работу большую провели и достаточно успешную, особенно среди молодежи и детей, к сожалению. Это тоже правда. Ну, с другой стороны, я думаю, можно и вытряхнуть из чьих-то голов эти идеи, да, если бы соответствующая ситуация сложилась. Но, тем не менее, конечно, этот проект, вот такой вот, как его называют, анти-Россия, он достаточно, я считаю, успешный все-таки. То есть, если бы, то есть, я так понимаю, что тоже об этом открыто говорили, что вот как только вот мы начнем, так сказать, какое-то свое, какие-то свои действия, то прямо все побегут нам навстречу с цветами. Действительно, мы таких людей тоже видели, которые встречали цветами и флагами. Но это, к сожалению, не все. Но, с другой стороны, люди ведь страшно запуганы. Это у нас мы тут, вот мы там тоже считаем себя запуганными, но мы при этом болтаем все, что угодно. За, так сказать, то, что мы тут говорим, конечно, на Украине уже давно мы были отправлены в соответствующие органы. Вот за наши тут свободовыслия. К сожалению, люди запуганы и запуганы не просто идеологией, а запуганы реальными фашистскими действиями, пытками, насилием, тюрьмами, расстрелами. Мы сколько видим там эти, только вскрываются еще эти могильники, где десятки и сотни людей там на Донбассе, которых там в болотах топили, в реках топили, закапывали живьем. Мы только сейчас все начинаем, так сказать, обнаруживать, и, наверное, конечно, надо гораздо больше об этом говорить, и по телевизору тоже, а мы как-то все скрываем. Спасибо, Владимир Александрович. Пять минут регламент. Да, досиделся, да. Константин Борисович, поблагодарить хочется за большой объем информации, которую дали. Я думаю, что для многих он незнаком, в общем-то, ну, я, честно говоря, немножко читал, поэтому кое-что тоже было новое, но все-таки более-менее известно. Значит, единственное, что, конечно, тема была достаточно узкая, и поэтому вы вот вширь не освещали, но все-таки хотелось бы напомнить, что вы читаете лекцию помещения РКРП, коммунистов. А коммунисты, они, прежде всего, ну, как бы, пытаясь стоять на позиции марксизма, они пытаются вскрыть классовые корни. Вот насчет классовых корней национализма украинского совершенно не было разговора. Я понимаю, что и тема другая совсем, но, тем не менее, вот это же наиболее интересно, откуда он вырос, на какой основе. И, по моему мнению, как, ведь борьба классов, она в 17-м году не закончилась, и после революции она не закончилась, и в 30-х годах. И в некоторой литературе указывается, там называется фамилия Скрипник, что вот эти люди, будучи достаточно высокопоставленными деятелями коммунистической партии, тем не менее, вот эти вот идеи националистические, они постоянно протаскивали. Опять-таки, надо вскрывать классовые корни. Почему? Вот хотелось бы, так сказать, увидеть вот эти классовые корни национализма. Ну, при дальнейшем, я надеюсь, что еще будут ваши выступления, ваши лекции. Вот для меня это наиболее интересно, потому что фактическая сторона, да, очень интересная, все, но хочется заглянуть немножко внутрь, в суть туда. Откуда это, почему? Вот мое пожелание на будущее. Все, спасибо. Так, спасибо. Так, я себе позволю тоже тогда несколько слов. Значит, Константин Борисович поблагодарим за интересный материал и фактуру такую, над которой надо поработать, чтобы найти или прочее. Одновременно я хотел бы согласиться вот с Владимиром Александровичем, значит, что и посоветовать, и лектору, и нам всем. Конечно, поконкретнее и крепче увязывать вот все разбираемые нами моменты, и исторические, да, и идеологические, и сегодняшние, и классовые основы. И в этом плане вот первый момент, который, думаю, надо всем нам подчеркнуть, что мы разбираем историю украинского национализма, который вырос до нацизма, да. Но не надо думать, что это явление исключительно присуще украинскому народу. Просто сегодня ситуация договорилась, но мы на их примере разбираем. А национализм, тем более, значит, в 19-м, 20-м веке, значит, он был присущ, будь здоров, как в каких-то качествах, уродливых явлениях, и другим нациям буражным. И русских в том числе, и выражение там, фирма народов, оно не случайно не придумали большевики, так. И те же черносотинцы, и погромы, и так далее, и тому подобное. И продолжение этого национализма, так, в целом ряде народностей, которые вошли в состав Советского Союза, выливались и в соответствующее поведение во время Великой Отечественной войны. Потому что на стороне гигаровских фашистов воевали не только бандеровцы, там, у Сушухевича. Воевали и татарские там были части, да, и чеченская дивизия какая, и прибалтийские регионы, там, этих самых. И народно-освободительная армия, или российская освободительная армия Власова, да, она что? Поэтому русский народ не является никаким исключением из этого, значит, числа. И вывод один, что национализм – это отравленное оружие буржуазии. Не расслабляться нельзя. И сваливать все на то, что это вот исключительно украинское какое-то явление, которое тоже нелепо, глупо и прочее. И очень, очень большое внимание, вот, развитие этих явлений надо, значит, уделять тому, как раз моменту, который являлся переходным. 89-й, 90-й, 91-й год. Вот Владимир Александрович сказал, что там уже были готовы буржуазные там нации в Казахстане, Украине, в России прежде всего. Кто кричал, глотайте у нее суверенитет, а сколько, так сказать, хотите? Кто первый провозгласил, так сказать, суверенитет в борьбе с центром, да? Вот российские перерожденцы, российская буржуазия, да, поэтому тут вина-то она, будь здоров, какая где. Но то, что это явление общее, говорит как раз тот факт, что и в Казахстане, и в Грузии, и в Прибалтике, и на Украине везде оружием был избран именно национализм. Почему на Украине он вот в таком виде, уродливом, и прочее, значит, вылился и до сегодняшних дней дошел, тоже, конечно, тема отдельного анализа и рассказа, но в принципе понятно. Потому что Украина большая, большая республика, большая страна, с огромной степенью интеграции с Россией в целом, в рамках союза еще. В военно-промышленном комплексе нам до 80% интеграции доходило, да, известные, знаменитые заводы ракетостроения, аверостроения, металлургии там, прочее. И поэтому разрушить эту смычку, разрушить эту смычку для того, чтобы ослабить и Россию, и Украину, и собственное, я вперед продвинуть, для мирового империализма, прежде всего, американского, это святое дело. Чем они и воспользовались. А питательной средой, как известно, для нацизма является мелкобуржуазная среда, взбесившийся мелкобуржуй, собственник, так? Если в России у нас падение производства доходило до 50%, наиболее критические моменты, то в Украине до 80% сваливалось. И весь вот этот пролетариат, рабочий класс, всякий, который был, он отступил в огороды, отступил к исторически там процветающей вот этой полухуторской, значит, крестьянской, самостийной этой жизни. Плюс ориентация на челночный бизнес и надежды на то, что Европа нам поможет, да? Украина, ца Европы, и мы там... Вот это все, так сказать, питательная среда, которую умело подогревали и направляли. Именно поэтому в своем анализе вот Российская коммунистическая рабочая партия подчеркивает, что фашизм украинский, украинский. По месту проявлений украинский, по языку украинский, по исторической преемственности, там они Бендеру с Шухевичем героями, украинский. Но с точки зрения истоков, если бы не дяди, которые из океана направляют, подкармливают, подпитывают, финансируют, обеспечивают, хрен бы они хвост подняли. Поэтому по большому счету это заокеанский фашизм, так сказать, украинский, штатский. И недаром на сессии Организации Объединенных Наций, когда голосовалась резолюция о недопустимости героизации фашизма, только две страны голосовали против, Украина и штатский. Вот он, сухой остаток, который есть. Ну а дальше выход только один, сказать, все равно путь интернационализма и возвращение к единству социалистической системе. Поэтому большое спасибо, Петя Борисовичу. Спасибо. Так, значит, всем спасибо за внимание и объявляю, что следующее занятие в университете состоится 3 ноября. Значит, докладчик профессор Козенов Александр Сергеевич, доктор философских наук, и тема у него «Будь здоров какая!» «Путь постижения марксизма». Поэтому всех приглашаем. Сегодня спасибо за работу, всем всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.